Быть или не быть, вот в чем вопрос. Дорогие ученики, дорогие любители театра, здравствуйте. Сегодня, в эти апрельские дни, я хотела поговорить с вами о том, что есть актерский этюд и зачем он нужен в актерской профессии. Вот скажите, пожалуйста, молодой человек, вы знаете, зачем нужен этюд в актерской профессии и что это такое вообще? Нет, извините. Ну и что же такое этюд и с чем же его едят? Попробуем пофантазировать. Хорошо. Действительно, молодой человек, давайте пофантазируем. Например. Это этюд. Или вот это этюд. Только это музыка, а это живописный. Или, например, а я все не верю, что наступит зима, перчатки в кармане ношу. Это тоже стихотворный этюд. Так давайте узнаем, что же есть этюд на самом деле. Итак, молодой человек, и вы, дорогие ученики, записывайте. Основная задача этюда – усовершенствовать свою технику. Итак, этюд – это маленький-маленький спектакль. А сверхзадачей актерского обучения всегда в выпуске иметь какой-то большой спектакль, где вы все будете играть какие-то роли. Как же правильно сделать этюд? На самом деле, никакие учебники здесь не нужны. Правила построения этюда достаточно простые. И если вы с первого раза их поймете, то дальше будете щелкать этюды, я имею в виду придумывать этюды, как орехи. Поэтому на секундочку давайте представим с вами вот такую геометрическую фигуру. Итак, представим, что наш этюд – это треугольник. Обычный треугольник. Теперь определим угол А, В, В и С. Давайте представим, как в самой простой задачке, что нам надо из пункта А через пункт В приехать в пункт С. И теперь посмотрите, что такое А. Это исходное событие. Это то, что было за рамками нашего этюда, пока кулисы еще не открылись. Что такое Б? Давайте посмотрим, что такое Б. Это главное событие в этюде. И С – это финальное событие, то, чем этюд заканчивается. Понятно ли это? Мне понятно. Нет, это, конечно, хорошо, молодой человек, что вам все понятно. Но, мне кажется, у нас есть люди, которые не очень понимают. Итак, что такое исходное событие? Что такое главное событие, которое происходит на глазах у зрителей в нашем этюде? И финал – это то, каким образом вся эта история разрешилась. Давайте обратим внимание сюда. Вот смотрите, исходное событие. Женщина-кошка, да? Женщина-кошка, она ждет. Подъезжает Бэтмен. Подъезжает Бэтмен, да? И спрашивает о женщине-кошке. Есть ли у нас их диалог, да? Вот давайте их диалог. Скажи, все ли готово к операции взятия Джокера? Кошка отвечает. Конечно, Бэтмен. Тогда давай сюда план. План нашего наступления на Джокера. Кошка. О, кажется, я забыла его на столе. Как забыла его на столе. Ай, какой ужас. Вот это и есть главное событие, да? Когда у нас что-то идет очень не по плану, и все это меняет все наше дальнейшее действие. Но что такое финальное событие? Например, здесь появляется Джокер, и он кричит. Да-да, ребятки. Да-да. Все у меня в руках. Я украл ваш план. А потом еще прыгает в машину и укатывает далеко-далеко. Всего лишь три события должно быть в Этюде. Исходное событие. Это событие, с чего все началось. Мы в Этюде не видим исходное событие. В Этюде с Бэтменом, например, исходное событие – это то, что есть Джокер, которого надо победить. Есть главное событие. Главное событие – оно всегда в Этюде. И это событие всегда меняет поведение всех героев в ситуации кардинально. Грубо говоря, ставит их с ног на голову. Что-то пошло не так, и у нас у всех это событие, которое влияет на всех участников Этюда. И есть финальное событие – как же это все разрешилось. Как вся наша история закончилась. Никогда, никогда не входи в Этюд с холодным носом. Что это значит? Всегда должен быть внутренний конфликт. Нельзя просто выйти, как будто из-за кулисы вот так вот, хоп, и все, и ты уже в Этюде. Нет. Возьмите себе любые предлагаемые обстоятельства. Ты бежал. И вбежал в Этюд, да? Либо тебе очень плохо, ты съел чего-то не того за завтраком, и тебе тоже плохо, когда ты входишь в Этюд. Либо ты влюблен, и даже просто стоять не можешь. Нет товарищей по театральной студии, чтобы сделать двойной Этюд, ну, где будет участвовать один, или два, или три героя, да? Не отчаивайся. Просто сделай одиночный Этюд. Одиночный Этюд, просто где ты будешь один на площадке, но должен сначала придумать исходное событие, потом главное событие, потом финальное событие. Мое домашнее задание, мы рекомендации. Пожалуйста, запишите, записывайте все от руки. Придумали Этюд, запишите его на бумажке, кто что говорит, если, например, вы в дуэте, или в паре, или в трио, да? Кто что делает, откуда что падает, да? Какой реквизит вам нужен для этого Этюда? Записывайте все обязательно. Аревуа! Я ее ассистент Марка Цуба. Спасибо! Поехали! Продолжение следует...